Ура! Мы приехали в Мегу. И сегодня здесь прицеп Евгения Николенко. Он прибыл в Нижний Новгород. Мы рады его приветствовать. Где он сам у нас? Наверное, куда-то ушел. И скоро придет. Мы уже звонили. Обещал сейчас быть. Да. Хороший прицеп. Хороший. Там кровать, да, Злат? Да. Да ты что? Правда в кровать? Да. А где кровать? Я видела подушку. Подушку видела? Моя ты прелесть. Хорошо. Ага. Прицепчик с откидной рамой. Понятно. Хорошо. Здорово. Сейчас ждем Евгения. Евгений Николенко в Нижнем Новгороде. Сейчас он готов показать свой прицеп, который достаточно чистый для настоящего момента. Сейчас около нуля. Все тает и грязно. Но он так чистенький. Наверное, вы загнали на мойку его куда-то, да? Прежде? Нет, на самом деле. Просто вот приехали. Протерли чуть-чуть? Чуть-чуть, да. Что вы знали, что придете. Крышу протереть не залез. Ну и ладно. Отлично. Покажете? Насколько смогу, да. Презентацию не готовил. Ну, чуть-чуть, да. Что есть? Да. Ну и сразу извините за баржак. Ну ничего, это рабочий, все как есть. Все живое, беспрекрас. Здесь у нас кухня. Надо, наверное, какой-то фанат достать. А у вас свет внутренне не включается вообще в салоне? У меня, именно мой прицеп, он очень такой спартанский. Ага. Сейчас, одну секундочку. Я просто источню, я из каждого фанатера. Ага. Моечка такая компактная, красивая. Небольшой сифончик. Прям все мобильное такое. Кухня, настоящая кухня. Да-да-да. Здорово. Мой прицеп, он более спартанский, чем все остальные. Люди вот здесь просят сделать какие-то полочки, поставить колоночки, музыку слушать. Ну, у всех свои причуды. Здесь все очень и очень просто. Вы обработали чем-то? Лаком покрыли, да, наверное, все это? Да, она лакированная. Это кухонька в летнее время. Вот сейчас она просто как такой небольшой балкон, на котором хранятся лыжи, всякие сумки во время поездки. А какая здесь ширина этого отсека вообще? 145. Это внутренняя? Да. Внутреннее пространство, внутренняя ширина. Метр 450. Да, ну, получается, прицеп полутора метровый. Здесь вот техническая часть. Это специальная раковина, да? Мобильная такая? Это, на самом деле, секрет производства. А, хорошо. Да, это не специальная мобильная раковина, это нами раковина исполненная. Ага, молодцы, слушайте, здорово. Я даже смею предположить, от чего это немножко. Здорово, здорово. Ну, кран с электрическим приводом. Это уже мобильный какой-то кранчик, да? Ну, да. Это уже, да. Закрыто, что. Кран с электрическим приводом, вот там канистра. Вода, вода отсюда идет, да? Да, но сейчас воды нет, потому как зима. И тут должен быть, наверное, стоять какой-то насос, да? Насос, он там внизу стоит. Ну, опять же, мы сейчас смотрим очень такой... А, вот он, насосик. Всего насосик, да. Да, мы смотрим упрощенную, что ли, версию. Это первый прицепчик, да? Нет, это не первый. Это не первый, но и не последний. Ну, не последний, хорошо. Вот. Здесь у нас... А, еще какой-то отсек есть, да? Да. Здесь на рояльных петельках. Здесь у нас хранение всяких вещей. Вот, взгляните, вот, наверное, в угол, хоть чуть-чуть будет понятен объем. Ну, да. Он, на самом деле, очень здоровый. Сюда можно половину коровы затолкать. И в этих сумках сейчас едут подарки на всю мою большую семью и родственников. Здесь, правда, много места. Здорово, здорово. Отлично. Немножко не по назначению. А у вас тут дверь-то, она металлический каркас имеет? Деревянный? Вот это верхняя. Здесь все на деревянном каркасе. Ага. Ну, известно, что вот уголки и так далее. Да, внизу это вот какое-то ламинированное... Или, как, немецкий пластик, как называется, да, по-моему? Если не ошибаюсь, арголит. Арголит, да. Да, давайте, давайте, да. А вот нижняя часть не открывается вот эта у вас? Нижняя часть нет. Она целиковая конструкция. Она отчасти обеспечивает жесткость, отчасти... Как сказать? Чтобы не вывалилось все. Понятно. Вот хотел спросить, когда вы едете туда, вовнутрь ничего не попадает? Грязь, вода какая-то в этот отсек? Нет. Нет, все герметично, да? Здесь все шовчики, они все пройдены герметиком. У нас даже была такая история, когда мы в Сербии попали под ураганный дождь, практически горизонтальный такой. И рядом с нами стояли немцы на стареньком эмбровере, и у них дождь обгибал резинку от облового стекла, и пришлось машину развернуть, чтобы он туда не попадал. А мы на третий день повресили, получали удовольствие. Ага. А снаружи это стеклопластик, да? Обшивка. Это фанера, четверка, покрытая пленкой. Просто пленочкой покрыта, да? Но не бока, бока, а вот это здесь сэндвич. А, вы сами его делали или готовые брали? Это готовый сэндвич, то есть здесь сэндвич, потом пенопласт, а потом идет опять фанера. Ага. Сэндвич здесь идет для облегчения конструкции. Угу. Я думаю, что чем легче весит прицеп, тем, в общем, с ним жить проще. Угу. Понятно. Так, дверь. Дверь. Интересная дверь. Сами сделали дверь, да? Да, дверь. Самостоятельного изготовления. А вот это вот, это рюк, по-моему. Точно. Угадали. Люк, наверное, от газели, да? Ну, все знаете. Ну, примерно. Ну, похож. Но мы же в Нижнем Новгороде находимся, а это все похоже на газовское. Понятно. Ага, понятно. Так. Вот тут то, как у нас было поставлено моим семейством перед тем, как пойти в детскую комнату. Вентилятор у вас там открытый, вообще не закрывается никогда? Он закрывается. Он сейчас стоит, потому как стоит приоткрытый. Ага. Мы же в этой ночью здесь спали, и у нас немножко на стекле есть конденсат. Ага. К слову скажу, что конденсат в рюкзэпе только на стекле, потому что, ну, нигде больше никаких элементов, которые вы этот конденсат собирали, нет. Ага. И у вас освещения, я смотрю, нет, да, специального? Это тоже специфика мешает, когда оно постоянно в одном месте светит. То есть, ребенку укладываем спать, когда нужно что-то где-то поискать, там надо затенить. Ну, вы используете фонарик мобильный, да, вот какой-то, да, внутри? Не этот, буквально, вот, вчера, наш кемпинговый фонарик, самый обычный, который подвешивает. Мы пользуемся ним, а этот нам дали друзья. А вот я смотрю, здесь какие-то у вас присутствуют отверстия, наверное, крепления. Ну, это, как сказать, каркас собирался саморезный. Я еще раз сделаю оговорку, что это весьма-весьма ранняя модель. Так он склеен у вас, да, или на болтовых соединениях каких-то, саморезах? Он для саморезов. Ну, тут, на самом деле, много разных технических решений используются, но вот эти не стоят и саморезы. Вот, мягенькие. Здесь еще есть такая штука. Это шкафчики на замочках. Туда можно все личные какие-то вещи на момент поездки положить. И подразумевается еще детская полка. Она съемная, сейчас она обеснята. А детская полка там должны ли дети, что, спать? Спать. А, спать, да, чуть повыше. Она идет вот от этой зоны, собственно, вот отверстие ее крепления. И вот до сюда. То есть вот по верху идет тоже примерно уровень ее. Вот такая она в шерме. Она была рассчитана на дочку. Ей на тот момент было 3,5 года. Но дочка спать на ней отказалась. Сказала, я хочу с мамой, поэтому... Все вместе. Понятно. Поэтому пока от него отказались. Понятно. Ну, оно есть в других моделях. Именно в моем прицепе его нет. Он лежит в танке на краске. У вас матрасик здесь, да? И, в принципе, достаточно. Хватает, да? Да, хватает. Матрас, опять же, у меня тоже самый спартанский, армейский матрас. Связано это с тем, что детишки маленькие, и мы его покупали на один сезон. А, там матрасом пол. Чтобы попользовались и поменяли. И дальше поменяли, да. Понятно. Сделано этих прицепов вот таких по этой конструкции. А, по этой конструкции. Да. Так. То есть, есть еще и другая конструкция? Да. Было отработано несколько... Это я так, сразу, загодя, приготовил. Показать. Было отработано несколько конструкций. Было отработан прицеп меньшего размера. Было отработано прицеп большего размера. Ну, этот оказался самый интересный, оптимальный. А, это печка, которую я хотел показать. Да, это вот газовый вареватель, да? Да, это, собственно, то, чем мы греемся. Внутри отапливаетесь, да? Всю ночь он у вас работает, да? Нет, на самом деле, достаточно включить его минут на 10, и за счет утепления, здесь все стенки, они утеплены, и потому... Угу. За счет этого утепления он хорошо держит температуру. Его достаточно нагреть, и он продержит, в общем, в принципе, с утра уже начинает прохладно быть, можно еще раз отключить, а так можно смело спать. Отлично. А на сколько хватает газового баллона при использовании с этим источником? Я себе немножко кончилась запись, вернее. А Евгений показал, на самом деле, где баллон-то у него стоит. Да, что это небольшой там... И вот он, собственно, баллончик, и вот этого баллончика хватает на два дня примерно, да? На две ночи, да? Ну, у нас так хватило, мы... Субтитры сделал DimaTorzok